Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть в тень колосса. 9 колоссов повержены. Они стоят над нами. Возвышаются. Давайте посмотрим, что нас ждет в сегодняшней серии. Играет музыка. Наш следующий враг изолирован в песчаных дюнах. Все следы хорошо спрятаны. Все подходы к этому месту. Сотрясает землю. Он перемещается под ней. Ну что ж, давайте приступать. Какой у нас есть выбор? Чего не сделаешь ради любимой? Лошадь. Иди сюда. Лошадь просто какая-то... Помните картинку в последнем подкасте? Там, лошадь, иди домой, ты пьяна. Вот. Она очень хорошо характеризует эту лошадь. В последней серии мы убили огромную черепаху. Теперь нас ждет вот этот вот змей. Это лошадь, конечно. Я бы вам показал, но лошадь подскакала слишком близко. Теперь... Сейчас. Я все-таки это сделал, несмотря на то, что она против. Вот такая штука нас ждет. Все. Давайте начинать. Пока я не сделал из этой лошади какое-нибудь мясное блюдо. Так, ну что, в какую сторону мы двигаемся? Куда-то туда. В предыдущей серии мы были. Вот тут, в пылевом углаке. Но теперь куда-то вот в эту сторону похоже. Насколько я помню, это самый геморройный противник в игре. Не то, что сложный. Просто неудобный. Сейчас посмотрим. Сегодня у меня настрой неплохой, поэтому... Может, и заломаем его по-быстрому. Так, я точно оттуда иду. Давайте посмотрим карту. Ну, там вроде как-то перебраться можно будет. Но лучше давайте все-таки направо повернем. Так, я думаю, будет побыстрее. Потом сейчас что-то там круголяя будем нарезать. Так, хорошо. Притопили. Интересный храм такой вообще. Странный какой-то. Лошадь. Ну, пожалуйста, ну скачи ты уже, ну. Что ж с тобой не так все время? В ней хорошо одно, то что она зачастую сама маршрута убирает. Вот типа вот как сейчас. Огибает всякие неприятные места. Ну, это приятно только, когда вам в одну сторону, когда она начинает скакать туда, куда тебе не нужно. А хоть вот этот меч, который у тебя в руке, просто... Вот. Не буду. Это сейчас взыграют чувства у защитников животных. В общем, очень, очень тупая лошадь. Тупее я лошадей еще не видел. Фу, хорошо. С другой стороны, если бы было так же скучно, как и в Обливиане, управлять лошадью. Там же как засел, и все, вперед-назад, лево-право, как машина. Не чувствуется, что лошадь под тобой живая. Какой-нибудь Тенегриф. А тут ощущается, как отдельный персонаж. Своим крайне крутым норовом. Нам куда-то, вон туда. Там, мне кажется, уже побережье какое-нибудь. А нет, это просто лот заглючил. Так, мы еще скачем. Все верно. Я думаю, кто свистит. Это чайки, оказывается. Ну, вроде приехали. Или тут еще куда-то нужно. Вниз там, допустим. Очередной храмик. И что у нас? Нет, смотри, еще дальше. Обалдеть. Так далеко еще, по-моему, ни разу не забирался. Здесь именно такие, пасторальные, зеленые поля. Так, сюда, да? Окей, хорошо. А, я вспомнил, что это за змей. Да. Ну, ладно. Так, нам. Нам в ту пещеру. Оп, молодцы. Наконец-то ты меня послушала. Сюда же? Не факт. Ну, посмотрим. Летучие мыши. Жуть. Да, это оно. Самое сложное с этим колоссом. Это допереть, что с ним вообще делать. Именно на этом колоссе я вымирал достаточно много раз. Я там даже монтаж делал. В этот раз обойдемся без монтажа, потому что я знаю, как и что. Жаль вообще, что эти серии пропали. Было весело. Вот такая бабайка. Так, ну, первым делом нужно его спровоцировать, чтобы он начал гнаться за нами. Это не так-то просто сделать. А он вообще у него там своя атмосфера. Так, он пошел. Вот он скачет. Теперь нужно вот так вот очень удобно прицелиться. А, блин, то есть стена уже была плохо. Ну и да, нужно все это успеть сделать. До того, как мы влупимся в какую-нибудь стену. Лошадь, пожалуйста, не останавливайся сейчас. Тихо, тихо. Кто думает, что это легко? Не думайте, это нелегко. Это вообще крайне, по-моему, сложно. Так, давай, иди сюда. Ой, я в камень скачу. Камера. Вернись ко мне. Я все прощу. Уважаемый. Вы где? А вон он идет. Ну, жуть такая, представьте, да вы. Просто на вас такая погонится. С-под земли. Так, ладно. Желательно бы успеть. Да, как же это сложно-то, а в движении делать. Так, резко в сторону. В сторону! Лошадь, я тебя ненавижу. Ненавижу тебя, лошадь. Я тебя... Я тебя просто презираю. Давай, поскакали уже. Сейчас нас харчат обоих. Не, ну как? Как и зачем нужно было делать таких задротских боссов, если игра у тебя просто отказывает себя нормально вести во время этого боя? Все, поскакали. Все, поскакали. Так, аккуратно. Не пылим. Да и полна мать. Вот, наконец-то. Теперь осталось вспомнить. Да, он влупился в камень. И мы можем... И что мы можем? Мы можем делать... Вот так вот. Пошло. Хорошо. Давай еще успеть бы. Второй вошел. Отлично. Третий вошел. Ну, больше половины. Это вообще прекрасно. Так, все. И пора валить. Ну, неплохо прошлось. Лошади здесь ударные. Сейчас едят. Так, хорош. Я думаю, ты его разозлила. Давай за мной. Так, тихо. Самый сложный выстрел, наверное, за всю игру. Так, все. В сторону, в сторону. Ой. Все. Спаслись. Давай за мной. Ох, как же неудобно. Вошло. Отлично. Сейчас фунт в стену. Ну да. Хорошо. У нас есть все шансы сейчас завершить этот бой. Так, где у тебя еще одна такая же? Успеть бы. Вон она. Это будет посложнее. Давай вошел. Еще разок бы успеть. Судя по всему, нет. Так, поспешил. Прощай. Я знаю, что с тобой делать. Это не настолько уж и задротство. Ну что ж. Еще один колосс повержен. Это было красиво. А нам, как обычно, пора валить от этой непонятной черной субстанции. Несложный бой. Но вы бы видели, сколько раз я тут умирал, пока понял, как вообще с ним разобраться. Вот это вот то, что нужно попасть ему в глаз на скаку. Именно вот разворачиваясь в обратную сторону. Настолько неудобно, что я просто не мог поверить, что разработчики так поступили. Но в итоге, как видите, ничего сложного-то на самом деле нет. Как бы там ни было. Надеюсь, вам понравилось. Новое слово «паразит» или уже не новое, как бы там ни было. Ну, в общем, всего хорошего. Увидимся. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok